Ух ты, хай евро-то уже за 93 перевалил, доллар к 80 подтягивается, что это значит? А значит это, дорогие мои, что россияне стали еще немножечко беднее, вот только не нужно сейчас нести эту ахинею, что зарплату-то мы получаем в рублях, причем тут вообще чужая валюта и ее курсы, взаимосвязь в данном случае самая, что ни на есть прямая. Доход-то твой, как ты правильно заметил, действительно исчисляется в рублевом эквиваленте, а вот товары, за которые ты теми деревянными расплачиваешься, более чем на 80% импортный, даже хлеб, что пекут в пекарне неподалеку от твоего дома и про который ты думаешь, что он как Крым наш и тот на заморском оборудовании делается, так что сам думай, как курсы валют влияют на нашу жизнь и влияют ли. Хотя россиянам ведь это не интересно совсем, а россияне по-прежнему внимательно за событиями в Белоруссии наблюдают, а тут еще братья-армяне с братьями-азербайджанцами войнушку за Карабах снова развязали, а что-то мухохлов, кстати. И да, у Трампа-то коронавирус обнаружили, вот это да, ну естественно. Когда ж при таком раскладе собственной жизнью-то жить, а если серьезно, слушайте, мы какая-то страна войгеристов. Нас хлебом не корми, дай за другими подсмотреть, а самое печальное, что вот этот вот кисель головного мозга, он прогрессирует. Он уже из ящика на ютюб и в телегу переместился, там ватным вирусом заболели. Правда, в сетях все-таки данный вирус более элитный, но все равно ватный. Начинаем! В Россию предлагаю переместиться, и вот вы знаете, две недели уже наблюдаю за одной историей. Поражает, что она до сих пор, не то что ничем не закончилась, продолжения хоть какого-то не получила, но рассказать, наверное, нужно все с самого начала. Итак, в середине сентября в сети попал вот этот вот замечательный ролик. Внимание на экран. Братаны, теперь я прокурор Московской области. Вообще, я даже дверь не закрываю. Мне вообще все, блядь. Поехали, блядь. Ну все, тебе, блядь, в чеку. Вообще, в чеку. Видео тут же наделало много шума, еще бы за сутки это кино посмотрели почти миллион человек. После оно расползлось по всему Рунету, и несмотря на то, что на скандальных кадрах оказался отнюдь не московский областной прокурор, как утверждает герой, многие обратили внимание на то, что мужчина удивительно похож на другого высокопоставленного силовика прокурора города Люберцы. Это там же, в Московской области. Александр Саламаткин, человека зовут, предлагаю, кстати, вам самим в этом убедиться, в схожести. Вообще, в чеку. Мне вообще, в чеку, в чеку. Так вот, что во всем этом вызывает недоумение, во всяком случае, у меня лично по пунктам. Раз. Мои коллеги из первого антикоррупционного СМИ, кстати, не могу назвать данное издание желтым, так вот, мои коллеги из по СМИ опубликовали компрометирующий материал еще 16 сентября. За окном на минуточку уже ноябрь и два. Да, прокурорские предоставили какую-то там отписку, мол, нет, это не Саламаткин, это какой-то двойник-шутник, здорово. А дальше? Ну, можно, например, предъявить общественности того шутника, все-таки какую тень на представителя закона ведь он бросил? Вы покажите нам, злодея, ну и три. А давайте устроим публичное разбирательство, дабы другим не повадно было еще раз. Не в КВН ведь над условным участковым прикололись. Под удар попала репутация целого прокурора города. И ничего, никакой реакции. Я вам помню, в свое время мужик, похожий на экс-премьера Касьянова, с бабой в гостиничном номере покувыркался, и это попало на видео. Так месяц обоном российские СМИ трубили. К слову, Касьянов на тот момент почти 15 лет не занимал никаких должностей, а тут действующий прокурор в неудобной позе оказался всем фиолетово. Федеральные СМИ произошедшие игнорят. Из официальных лиц высказался лишь одиозный депутат Хинштейн, да и тот в Твиттере. Именно так выглядит фейк, герой ролика уже установлен, никакого отношения к прокуратуре он не имеет и никогда не имел, числится юрисконсультом в одном столичном ООО. Предположительный аккаунт ВВК и отсылка на какую-то ноунейм страницу, на которой 6 фотографий и больше ничего нет. Слушайте, ну правда, очень странная история, вам так не кажется? Знаете, вот хочу ошибиться и сказанное мною дальше, не более чем предположение, а скорее даже вопрос, но складывается полное ощущение, что кадры не постановочные, нет? Еще раз под ваши аплодисменты... Братаны! Теперь я прокурор, МОСТОВ СОЛДУСЯ! Я даже не закрываю! Мне вообще все... Это реальная журналистика, но кто-то же должен о происходящем в России вам рассказывать. Поехали! Хочу поделиться личной радостью. Накануне получил вот такое вот письмо из пресс-службы администрации президента. Это не баран чихнул. Оказывается, наш скромный канал и там смотрят. Но на этом хорошее, к сожалению, заканчивается. В письме просьба удалить с канала видеоролик полуторагодичной давности. Теперь что это за ролик? Назывался он Путин и Гундяев поссорились с вопросительным знаком. И, собственно, я его пересмотрел несколько раз, никакого криминала не нашел. В нем нет оскорблений, фейков, даже спорных моментов. Речь в том ролике шла о скандале в Екатеринбурге в мае прошлого года. Тогда, помните, случился конфликт. Горожане против медных олигархов, что собирались на месте городского сквера храм святой Екатерины строить. Причем и я, и Анисимов тогда, а речь идет именно о его программе, намеренно заостряли ваше внимание на том, что мы не против строительства храма. Стройте ради бога! Нас, как и наших земляков, возмутило, что жителей опять никто не спросил. Собственно, на этом и делается основной акцент. Вот кто на самом деле не дал превратить стройплощадку площадь в правительственном квартале Екатеринбурга. Эти люди герои. Они отстояли берег пруда. А сражались они, ну как бы это помягче сказать, ну, видимо, как есть, так и скажу. Сражались они с нашей уважаемой православной общественностью. Кстати, вот она, эта самая общественность. Все такие за закон. А ты что, плохо, что ли, что храм или что? Я что, я что, плохо. Так такие как ***, не буду здесь курить и пи***ть. Через пару лет ты пройдешь со своей ***. Хотя, может быть, вот этот момент им не понравился, но они же не пишут, что именно вызвало вопросы. Воды какой-то налили. Про предание огласки. Неких порочащих человека соединениях. Мы там госпожу Аскердазаде еще добрым словом помянули. Рядовая телеведущая с канала России на Илья Аскердзаде на Медне продала участок на Рублевке стоимостью 2,8 миллиардов рублей. Слово, продала на этот участок компания АО «Гадавари Девелопмент», созданный за месяц до этой сделки. Компания принадлежит одноименному кипрскому офшору, которым, в свою очередь, владеют еще два офшора с британских Фердинских островов. Хотите, как она? Идите работать в государственные СМИ. Так и в этом случае разве можно о каких-то порочащих сведениях говорить? Это не мы придумали. Вот ссылка, например, на открытые медиа, где черным по белому все то же самое нарисовано. Вот об этом же пишет Росбалт. А это уже Медуза. Еще раз. Мы не распространяем слухи сплетни, мы профессиональные журналисты и работаем с информацией. Впрочем, закрыть доступ к данной программе мне все-таки пришлось. И не потому, что я чего-то там испугался или не уверен в своей правоте. 149-й закон, по которому пресс-служба администрации президента к нам прицепилась, оказывается очень хитро написан. Рассказываю. Мне, как редактору, направляется уведомление от исполнительного органа власти с просьбой удалить материал. Я просто обязан это сделать незамедлительно. На раздолбайство у меня есть сутки. Если же я оного не сделаю, ребятишки вправе обратиться к оператору связи. В данном случае в администрацию Ютьюба, я так понимаю, нас блокируют. Вот так вот, просто без суда и следствия ходи, потом доказывай, что ты не верблюд. Слушайте, я обожаю наших законотворцев. Делают, что хотят. Законы рисуют, как им больше нравится. Еще раз, без суда и следствия. Любое издание забанить можно, оказывается. Это ли не цензура? А нам все время про какую-то демократию сказки рассказывают. Ну и раз о пресс-службе президента уже говорить начали, Алексей Навальный заявил, что подает в суд на президентского толмача Пескова, который в свою очередь обвинил оппозиционера в связях с ЦРУ. Вот это поворот. Навальный просит ответчика предоставить хоть какие-то доказательства. И вот вы знаете, я тут целиком и полностью на стороне Алексея Анатольевича. Ведь что произошло? По сути, чиновник обвинил человека в шпионаже, в предательстве Родины. Это очень серьезные обвинения. Такими просто так не бросаются. Вот если бы я что-то похожее в сторону Пескова брякнул, уже бы в суд ехал. Это не просто обвинения. Это серьезные обвинения. А ты чиновник категории А. Думать-то надо, что ты мелешь, тем более публично. А у нас чинуши и пропагандисты вообще о тормозах забыли. Озвучивают любой бред и никогда за это не отвечают. Скажу честно, мне будет интересно понаблюдать за данным судебным процессом. Послушать, как все это станут комментировать кремлевские пропагандисты. И, кстати, реакцию президента очень хотелось бы созерцать. Ну что ж, будем посмотреть, демократия у нас или... Все. Это была реальная журналистика сегодня и вот так. Подписывайтесь на канал, оставляйте лайки и комментарии. Это важно для продвижения. В соцсетях тоже жду. В дусть я добавляйте. Темы предлагайте. Поднимем, обсудим. А я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok